Ха-ха-ха, ребятки! Всем привет, с вами Такси Филиппины! Сегодня мы открываем кейсы в CSGO и делаем контракты обмена под швырканье тёплого чайка Максима. Он вам желает приятного аппетита и чаепития. Ну а мы приступаем к открытию кейсов. Сегодня у нас на повестке дня, в общем, 15 перчаточных кейсов и контракт. Ты вообще надеешься, что тебе что-то хорошее? Да, да. Я надеюсь, знаете, на что сегодня? Не больше, чем на кейсы, а больше на контракт обмена, с которого я могу получить, ребятки, Глок-18 Градиент. Прямо с завода, который когда-то я уже давно крафтил. Тот видосик собрал пол ляма просмотров, и почему бы мне сейчас не скрафтить его ещё раз? Но в прошлый раз, Макс, так, к справке, я скрафтил с шансом, знаешь, каким вообще? О, с 5%-ным. Да, да. Максим в курсе почему-то, что с 5%-ным шансом, потому что там прям видос так называется, наверное, у меня. Но суть не в этом. Мы получаем Глок-18 Литьё. Я, верно, Максим знает, потому что сам думал, что скрафтить. Решил посмотреть, из чего Алёша крафтил. И подумал, да ну его нахрен, потому что ещё, помимо Ауга, который стоит 3,5 тысячи рублей, я засовываю пушки чисто на воду. Ну, вода. В контракте есть такое понятие вода. Это дополнительные пушки, с которыми можно получить говно, но они необходимы, чтобы добить остальное количество пушек. В общем, они стоят по 450 рублей, потому что они из коллекции Боги и Чудовища. Мы можем получить ещё падение кара. Это так, как страховая сумма, наверное, наших контрактов. В общем, посмотрим. Пока что я получу опять синий подряд. Братан, скажи, какой кейс открыть? Давай третий, 3-3, короче. Третий. Ну, не знаю, третий я ли ключ выбрал? Наверное, скорее всего, я третий и выбрал. Ну, посмотрим. Вдруг тут перчаточки. Я хочу перчаточки, но попадается мне перистая облака. Синяя пушка, синего цвета. Не особо используемая, так скажем, в игре. Окей, мы открываем следующий контейнер. И, может быть, может быть, нам выпадут перчатки. Ну, не знаю. Я их уже один раз получил с этого кейса. Второй раз вряд ли такое вообще может случиться со мной. Ждем лишь только следующую коллекцию, как говорится. Ну, я не получал еще Пламя Дракона. Вроде так она называется. Да, но Пламя Дракона называется. СЗшечка, которая пролетела вроде как, кстати. Пока я смотрел вниз. Вот. Черный песок нам падает. Слушай, спорно пока, спорно, на самом деле. С каким порно? Я не люблю спорно открывать кейсы. Я люблю открывать с тобой. Ты мой порнограф. Как, 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 это милая корова. Просто мимимишки у нас пошли, ребяточки. Но мы открываем следующий контейнер. О, несенька, смотрите. Несенька нам выпадает, ребят. Это королевская чита. Да, ну. Королевские читы. Я сначала, знаешь, мне прочиталось. Королевские читы. Что такое королевские читы? Я не знаю. Если вы знаете, где достать королевские читы, напишите об этом обязательно в комментариях. И мы с... Да ну. С чем боролся, на то и напоролся. На чем зарекся, на том и на это, так скажем, напрекся. Ладно, открываемся. Что у тебя опять? Опять то же самое. Королевские читы нам выпадают. Двойные береты. Кстати, двойные береты довольно-таки читерское оружие. И имбовое. Вот. Поэтому вполне название себя оправдывает. Мы получаем цзасичку полимер. Есть такое выражение знаменитого Абдуля. Просрали все полимеры. Только немного погруб же оно, конечно. Но. Просрали мы полимеры, ребятки. Ну, это не его, конечно. Но он его использовал. А переживал этим словом. Но мы получаем, опять же, полимер. Да с чем боролся, на то и напоролся. Вот реально, вот. Я хочу побороться сегодня с Глоком 18 Градиент. Чтобы на него и напороться. Вот. Открываем предпоследний контейнер. И потом еще остается у нас два. Ну, блин. Давай, давай, тормози. Нет, не тормозит. Окей. Предпоследний я открою системой просто нажатия инвентаря. Чтобы не видеть. Ну, чтобы не видеть, да, что там выпало. Королевская чита. Сегодня три пушки. Мы аж получаем королевские читы. Открываем следующий контейнер. Вот. Здесь я. Так, подожди. А я могу выбрать? Я через ключ, через контейнер. А, я в последней кейсе не могу уже выбирать нож. Ну, в общем, обведу этот знак вопроса и нажму использовать ключ. Не знаю. Перчатки, не перчатки. Хотя бы тайное. Дайте мне плес. Нет, вряд ли. Вряд ли. Вряд ли. И мы переходим. Внимательно смотрите, ребятки. Все пушки прямо с завода. Это реально очень дорого. Это стоит где-то 12 тысяч рублей. Вот где-то около. Или 10. 10, скорее всего. 10 я потратил. В общем, без лишних слов использовать в контракте обмена по новизне. Так, ага. Лабиринты Минотавра мы сейчас засунем. Все, все сюда заходите. Заходите аккуратно. И ты сюда. И ты, хот-род. Окей. Я закрашиваю сейчас вот это вот окошечко. Замечательно, в котором будет написано, что я вывел Глок 18 градиент, который стоит около 30-25 тысяч рублей прямо с завода. Ну, 400 баксов, короче. Он стоит. Не знаю, что там. Переводить сейчас. Курс доллара опять же заскакал по отношению к рублю. Упал. Я бы сказал, он упал. 60 рублей. Да. Я отправляю контракт обмена. И в связи с падением курса доллара к рублю, Гейб должен мне преподнести 400 баксов вознаграждением за потерянную стоимость моего инвентаря. И теперь мы смотрим. Что же нам выпадает? Нам выпадает, ребятки, Глок 18 градиент. Тьфу, блять. Самый чмошный, что могло выпасть еще не... А, ну ладно, прямо с завода. Окей. Прямо с... Это да, это топ. Попробуем, Посейдон, что, крафтануть с нее? Попробуем. Мне не жалко, я поновезней сейчас засуну. Не, ну тебе терять уж в любом случае нечего, понимаешь? Да, мне нечего терять, поэтому я засуну вот так вот это все сюда в контракт обмена. Он тоже будет, пускай, дорогим. Но если затащим, Посейдон вытащим, будет круто. Не знаю, вытащим мы его или нет. Сейвидов Принцесса Пустоши. Еще не хуже! Еще немного поношено. Мы ушли в самый глубокий минус. Самый такой... Это лучшие контракты просто от Алеши. Ну, а мы, ребятки, после весьма неудачного контракта обмена на Глок 18 градиент зашли, конечно же, на CSGO Happy.RA. Давно я, кстати, сюда не заходил. Ага. И на балансе ни много ни мало, но 10 716 рублей. Я закинул один ножик, который у меня завалялся в инвентаре. И еще пару чмошных скинов. И, конечно же, чтобы свой ножик отбить, Максим, что мы с тобой откроем? Ну и псих, конечно. Что мы с тобой откроем? Давай нож, что? Да, да. Максим угадал. Я действительно хочу... Сейчас тебе нож за 2 тысячи кидается, и ты такой... Да, да. Ну, хотя бы нож, знаешь, вернуть, чтобы у меня в инвентаре какой-нибудь до ножек снова лежал. Ну, посмотрим. Вдруг хороший выпадет. Падает пока что... Да стой, 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 стой. Опа, Павел, он десятку стоит, братан. Нет, чуть поменьше, но 9700. Это ровно столько же, столько я вложил. Я его, соответственно, ребятки, забираю. И получается, что кручу себе халявный баланс. Вот. Давай, халявный баланс. Обновись, обновись, обновись. 4 я потратил. И, и, и... Ну, давай, обновляйся, обновляйся. Ну, в общем, ребятки, посмотрим, посмотрим, обновится у нас баланс или нет. Но, в любом случае, 4500 я потратил. И теперь мы будем открывать засекреченные или АК-47. Давайте-ка откроем контракт. Эээ, тьфу. Ну, жалко, да, что это не контракт на ГЛОК-18 Градиент. Но, это всё-таки засекреченная АК-47. И мы открываем его и получаем Desolate Space Minimal Weir. Эээ, за 200 мы рублей получаем кейс, да, получается, купили. Вот. А за 1000 получаем пушку. Неплохо, неплохо, я скажу. Мы в плюс уходим. Давайте ещё один разочек откроем засекреченные. Засекреченные и посмотрим, что же нам может с него выпасть. Давай, крутись, 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 крутись. Эээ, жалко, что не маг 10-неоновый гонщик, потому что это засекреченные. Ну, и, ха-ха. Револьвер. Фейт. Амбер фейт. 28 рублей. Продать. Конечно же, продать, ребятки. И откроем мы с вами тайное, случайное нож перчатки. Что там только не лежит. Но это стоит 400 рублей. Мы эти 400 рублей отправляем. И уже у нас 6 секунд до того, как определиться, что же нам выпало. Я там видел, перчатки подкрутились вниз. Но не закатились. Не закатились они. И, ребяточки, мы продаем, конечно же, это все. И открываем еще разочек, потому что мы получаем крайне дичайшее говно. Но в любом случае, на 2000 мы уходим в плюс. Что покрывает комиссию. Это, во-первых. А, во-вторых, разницу в цене. Это хорошо, но нужно немножечко, немножечко, но больше получить, чем я вложил. Давайте-ка продаем. Попробовать еще разочек. Открываем. И что же нам может выпасть? Что же нам может выпасть? Что же нам может выпасть, ребятки? Вот это вот интересно. Интересно. Что же, что же, что же? Чаттербокс нам, ребятки, падает. И если у меня еще есть деньги, я, ребяточки, думаю, что нужно еще один раз открыть нож. Да, у меня есть 4500. Это хорошо. Мы еще раз открываем нож и смотрим, какой нож мы можем выбить. Чмошный или хороший? Чмошный или хороший? Чмошный или хороший? Хорошо. Чмошный, чмошный, братан, чмошный. Но чмошный стоит 2100 рублей. И я его... Продавай. Продавать? Давай, я его продам. И еще один раз попробую открыть нож, статтрек, случайное. В общем, непонятно что. Фуфло выпадет. Если нам сейчас, то это будет, конечно, плохо. Но мы получаем и тот же самый нож. 2000. Идиоты. Ладно, я его заберу, ребяточки. Но, в целом, что я еще могу здесь открыть? Давайте тайно попробуем крутанем. И дальше еще какой-нибудь рандомный кейсик пооткрываем с вами. Давай, давай, давай. Тайная, тайная, тайная. Ну, может, ты затащишь мне что-нибудь уже, а? Ну, хорошую пушечку еще немножко в плюс. Но, в целом, на 4000 почти я уже уношу сайты плюсом. Это хорошо. Но это все равно, в любом случае, мне пока что не покрыло расходы на КС-ку. Вот. Так что я, ребяточки... Вот. Что это за кейс? Вот это интересно. За 700 рублей я пооткрываю. Может, что-нибудь с них да выпадет, кстати. Вполне вероятно. Здесь у нас, ну, неплохие пушки, странные, но неплохие. О, о, о. Нет. Это статерек что-то там стоит, но почти. В половину кейса окупается. Ладно, такие кейсы я открывать не хочу. Пикачу. Пикачу, хочу, хочу. Пикачу, каждый день хочу. Ну, давай, открывай, открывай Пикачу кейс. И посмотрим, что нам может с него выпасть. Это Пикачу кейс, которым нам выпадает. Конечно же, кобальт. Кобальт. Ядро кобальта. Долберетас. За 12 рублей. Это сеньора сосателей на певсос. Вот. Бесплатный кейс. Давайте откроем. Что у меня? Ты уже просто серьезно. Он крутится? Подожди, я представлял, что я займу очередь. Что там через 3 часа что-то, да, для меня выпадет. Но выпадает пушка из бесплатного кейса, которая стоит 2 рубля. Кстати, я хочу заметить, что есть такой же аналогичный скин из коллекции Office, который стоит там 1006, по-моему. Да, ну, в общем, я могу только через 24 часа открыть этот бесплатный кейс, чтобы получить свои кровных 2 рубля. Но, тем не менее, если я буду... Это 60 рублей в месяц. Достойная прибыль. Happy кейс. Ну, это же считаем. Здесь я не буду ничего занимать. Гамма-кейс мне тоже не нужен. Что у нас еще можно интересного открыть? Хакерский кейс. Блин, 8500. В общем, ребятки, напишите в комментариях, хотите ли вы, чтобы я его открыл в следующий разочек. Ну, а мы напоследок давайте откроем один раз засекреченное слэш АК-47 и посмотрим, что мы можем с этого выбить. В принципе, я уже ушел в хороший плюс. И на этом, я думаю, пора остановиться, пока я не слил все деньги и не просрал все, что я выбил. А это вполне вероятно. С вероятностью, наверное, 90%, что так произойдет. Поэтому я вовремя останавливаюсь. В общем, ребятки, и хочу сказать, что... Обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, все ссылочки в описании. Удачи в кейсах, удачи в сегодняшнем дне, то есть в завтрашнем, который мы не можем смотреть лишь вперед. Вот, ну, вы поняли. С вами был Такс и Филиппин, до скорых встреч, пока! Пока-пока!